О фестивале «Первозданная Россия. Красоте и культурном богатстве страны» в формате диалога. В Национальном музее имени Тимофея Евсеева прошла творческая встреча с председателем Оргкомитета фестиваля, зампредом Совета Федерации Константином Косачевым. Он пообщался со студентами-первокурсниками и ответил на их вопросы. Рассуждал о значении истории и родного языка в жизни каждого человека. Поделился тем, как восстанавливал свою родословную. Рассказал об опыте путешествий по стране. Большое внимание Косачев уделил истории фестиваля «Первозданная Россия». Он отметил, что в следующем году фотопроекту исполняется 10 лет. За эти годы его участниками стали более 3 миллионов человек из 70 стран мира. Перед фотохудожниками одна цель – показать «Первозданную Россию». При этом им запрещено использовать фоторедакторы. Наша выставка побывала почти что в 70 странах мира. И дело не в том, что мы куда-то съездили с этой выставкой. Дело в том, что посетители в этих странах увидели настоящую «Первозданную Россию». Хотя бы на фотографиях, но я уверен, что у каждого из них, наверное, возникло желание однажды в нашей стране побывать. А это уже даже не только фотоискусство, это уже политика, если хотите. В том, что касается отбора фотографий, он очень жесткий. Есть профессиональные жюри, и число работ, которые мы ежегодно получаем, кратно превышает наши возможности. Конкурс там фотографий, 10 фотографий на место, скажем так, в конечной экспозиции. И мы допускаем совершенствование фототехники. То есть художники могут как-то обрабатывать свои объективы, делать что-то еще, собственно, с фотоаппаратами. Это допускается, и мы не вмешиваемся в техническую сторону дела. Выставочный проект «Первозданная Россия» в Мариэл привезли в третий раз. В Национальном музее имени Тимофея Евсеева представлено 29 работ фотографов из Мариэл. Алексея Камелина, Дмитрия Гусева, а также фотографов-любителей Сергея Забиякина, Марии Ивановой и других.